и снова здравствуйте всем привет в этом ролике давайте рассмотрим как склеить именно вот эту сетку с разных деталей с разных мешей так погнали и так это у нас персонаж прошлого ролика именно игра джерри выбираем то что нам нужно какие детали допустим тело руки что тут еще можно и вот эту нижнюю челюсть если она отдельная как у меня вот такая стукенца так control и сочетание клавиш n панель screen таски забываю включить так с этой стороны слева можно видеть что я буду нажимать итак нажимаем control и инвертируем значит выделение и аж английское скрываем то что нам не надо закрываем вот эти саптулы и меши так теперь нужно склеить нашего вот этого персонажа потому что у нас сетки разные если делать рик все это будет разваливаться здесь будет между кистями рук когда она будет сгибаться будет именно разрыв выбираем значит кисть выбираем нашего персонажа и через shift выбираем челюсть делаем control j английская объединяем все вот эти детали в одно целое заходим в скульп мод нажимаем сочетание клавиш shift r появляется вот такая сетка сейчас мы применим шлиф д делаем дубликат нашего нашего вот этого человека нашего персонажа и нижний вот этот дублированный можно пока отключить теперь вот заходим скульп мод нажимаем shift r и вот эту сетку уплотняем делаем ее насколько нам надо допустим плотность нажимаем щелчок левой кнопкой мыши и control r применяем эту сетку минус тем что вот что мне тут не нравится это вот липается рот с пальцами хлам получается и получается что нужно делать сетку поплотнее так это shift r давайте еще раз вот вы допустим уводите дальше некуда вести мышку щелчок shift r и опять продолжаем это дело все уплотнять так shift r мы поставим ну чтоб не сильно тоже плотная была control r меняем смотрим что все получится так как тут пальцы вот можно еще даже ниже и делать тут через shift можно все выглаживать и вот на этой модели вы видите что у меня тут подгон нет подгон от этой руки забыл я сделать на этой модели ну можно все шифтом выглаживать и вы видите что сетка цель на эту туда она не плотная можно еще чуть-чуть конечно поплотнее сделать чтобы было видно вот эти пальцы вот эти все детали control z так что тут еще делать и вот выглаживаем допустим вот места стыка вот эти вот все нормально единица на ампаде теперь заходим в object mode и будем проецировать детали вот с этой с высокополигональной модели на низко полигонально так переключаемся на верхнюю нижнюю можно отключить модель заходим в модификаторы можно добавить сабдивизии чуть-чуть ее уплотнить вот так и теперь добавляем термоусадочную пленку или сетку shrink wrap переключаемся на project ставим значит на негатив можно поставить подключаем детали со второй модели вот получается вот такой внешний вид переключаемся на фронт на фронтально и вот здесь вот snap мод можно переключаться допустим проецировать вовнутрь проецировать вперед и так далее куда будет проецирование идти вот этих вот деталей вот все спроецировалось как понять что все спроецировалось вы видите что вот эту я убирал руки и вот она опять появилась детали спроецированы можно тут побольше их поставить допустим лимит или по нолям чтоб плотно сидела можно чтоб вперед выпирала детали какие-то так наверно поставим так здесь вертик из группы и как она называется это значит стекание надувание стекание вот это вот штука нам она мне понадобится control z ну все теперь это дело применяем апплей апплей смотрим на нашего персонажа вот они все детали спроецировались такая штука заходим в клуб нут опять черешив можно где-то что-то доработать так ну чем не нравится это вот руки руками здесь проблема взыбраш такого как бывает сетка там на очень много низкая а так проблем с этим делом не бывает здесь вот проблема с руками есть получается надо еще плотнее сетку делать чтобы вот это все дело более-менее нормально было так что тут можно еще тянутской допустим подкорректировать конечно можно еще раз пролепить потом какие-то детали не суть вопроса так как ну вот такой вот способ склейки забрался это дайна мэш вот такая штука как вернуть теперь на место вот эти все детали это alt h то возвращаем детали не нужного значит персонажа вот этот высокополигональный можно удалить такой получается наш персонаж но только рот у него вот клеился если сетку делать чуть побольше допустим то рот остается вот эту часть а при низкой полигонаже придется это все дело перелетливать углублять уводить вырезать такая проблема будет все всем пока до свидания вот такая информация а кстати пардонки еще что тут есть если выбираем персонажа можно делать вот такие штуки после склейки находим вот эту функцию object date properties и находим ремеш здесь есть воксельная вот это ремеш воксель и квад ремеш вот теперь если мы control и аж все скроем можно квад ремеш применить вот четыре тысячи полигонов фейсы вот она пошла применяться но применяется она только после склейки от этой если модель не склеена то здесь получается она не работает у меня лично почему-то вот сейчас он прогонит насколько вы видите 3000 полигонов вот он уменьшил полигонаж и ганаж так и руки опять же в хлам мне очень интересно тут делать конечно забрав все это делать это получше делать ну и воксель воксель ремешер принцип тот же фиксация поля ставите воксель сайт размер адапте 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 по моему тупо забыл я что это такое короче paint mask volume сгладить smooth normal face set условно здесь вы уже разберетесь вот теперь всем пока до свидания